Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Этим видеороликом я хотел бы продолжить цикл видео, посвященных моим партиям против известных шахматистов. Напомню, что на канале Шахматы для Всех мы с вами уже рассматривали мою сеансовую партию против международного гроссмейстера из Израиля Алика Гершона. Также не так давно мы с вами разбирали партию против Александра Бортника. А сегодня мы с вами рассмотрим две очень интересные блиц-партии, которые я в 2012 году сыграл против известного международного мастера из России Евгения Алексеевича Драгоморецкого. Это очень сильный и многоопытный шахматист, который, являясь сильным блицором, в то же время был и остается очень плодовитым тренером. В частности, он участвовал в подготовке таких известных международных гроссмейстеров, как Алексей Коротылев и Александр Костенюк. Следует также отметить, что Евгений Алексеевич Драгоморецкий в свое время даже сыграл одну очень запоминающуюся партию против Михаила Таля. Очень интересный разбор этой партии вы сможете посмотреть не на канале Шахматы для Всех, а на канале Евгения Шувалова, который сейчас очень плотно сотрудничает с Евгением Драгоморецким. У него есть несколько видео, записанных в состарстве с этим шахматистом. И ссылочку на плейлист, который содержит эти видео, я оставлю в описании под данным видеороликом. На всякий случай, справа в верхнем углу у вас еще и выскочит подсказка. Но еще пару слов о Евгении Драгоморецком. Я так понял, что Евгений Алексеевич очень любит играть на шахматной планете. Вот как раз в 2012 году я тоже очень часто играл на этом шахматном сервере. Ну и как это часто случается, если два шахматиста нередко играют на одной и той же шахматной площадке и находятся близко по рейтингу, хотя, конечно, в этой паре Евгений Алексеевич выступал явным фаворитом, то сервер рано или поздно их сводит. И вот первую партию я сыграл против него в апреле 2012 года. Даже точная дата сохранилась 24 апреля. Контроль 3 плюс 0, конечно, это самый популярный контроль времени на многих шахматных сайтах. Именно играя с таким контролем, можно надеяться сыграть несколько запоминающихся партий против сильного шахматиста. Стоит также добавить, что полный анализ этой партии я сделал, так сказать, не отходя от кассы в том же 2012 году. Сейчас только уточнил некоторые оценки. Итак, Е4 я сыграл в этой партии, а Евгений Алексеевич ответил с ицелянской защитой. Конь С3, закрытый вариант, Д6, Ж3, Ж6, слон Ж2, слон Ж7, Д3, конь С6, Ф4. В этой позиции наиболее часто встречающимся ходом является Е6 в дальнейшем, конь ЖЕ7. Также в этой позиции играют по ботвиннику, то есть Е5 и ставят пешки вот таким вот треугольником. Но здесь черные сыграли ладья Б8. Евгений Драгоморецкий пытается продвинуть пешку Д и дальше сбить моего коня с поля С3. Белые пока играют конь Ф3, развиваются, черные играют Б5 и в этой позиции А3. А3 ход полезен с той точки зрения, что черным нужно будет сыграть в дальнейшем А5 и Б4. Линия А вскроется и белая ладья заработает. А5 играют черные и дальше после рокировки Б4. Происходит размен. В этой позиции, если бы у черных пешка стояла на Е6, то белые вынуждены были бы отходить на Е2. Но в таких ситуациях я всегда ставлю коня на Д5, если есть возможность это сделать. И после хода Е6 конь перебирается на Е3. Конь ЖЕ7 сыграли черные и в этой позиции Ф5. Именно благодаря наличию коня на поле Е3, белые могут себе позволить сделать этот ход. Конечно, Ф5 это жертва пешки. Но в то же время следует заметить, что черные пока еще не сделали рокировку. И в закрытом варианте, лично я, очень часто вот так жертвую пешку, а то и качество. ЕФ здесь сыграли черные, ЕФ со стороны белых. Конь бьет Ф5, взяли слон бьет Ф5. Следует заметить, что на доске возникла позиция, которая уже встречалась в партиях сильных шахматистов. Например, в поединке между Бастианом и Энтони Майлзом в 1981 году возникло именно такое положение. И там белые сыграли не точно. Конь Ж5, черные перекрыли линию Е ходом. Конь Е5, уводя коня из-под боя. После Ж4 слон Д7, слон Д5. Черные все защитили ходом 2-0. В дальнейшем Майлз очень быстро отбился и победил. Но здесь белые делают ход ладья Е1. И это также не новинка. Дело в том, что тот же ход был сделан в партии 1997 года, которая была сыграна в Германии между двумя международными мастерами. В том поединке черные пошли слон Е6. Белые набросили коня на Ж5. Здесь этот ход уже не является бессмысленным, так как атакуется не только конь, но и слон на Е6. Поэтому конь Е5, конь Е6, ФЕ. И здесь белые еще и пожертвовали качество. Дали шаг. В дальнейшем черный король начал бегать по всей доске. Партия затянулась. И за 100 ходов даже вышел этот поединок. Белые победили в типовом окончании ладья со слоном против ладьи. Но здесь черные, видимо, почувствовав неладное, решили сразу лишиться рокировки. И король Ф8 сыграл Евгений Драгоморицкий. Конечно, как сильный и практичный игрок, он здесь понимал, что лучше не тратить время на расчет вариантов, связанных с перекрытием вертикали Е одной из фигур. А лучше сразу отойти королем, потерять рокировку, но в то же время сохранить драгоценные секунды. Конь Е4 сыграли белые, атакуя слона и в то же время коня на С6. Этот мотив мы с вами уже видели. Слон Д7 защита. И в этой позиции белым лучше было поставить слона на Д5, беря под прицел пешку Ф7. Далее возможен такой вариант. Конь Е5, конь Ф3. Видите, белые пропустили слона на Д5 и вернулись конем на Ф3. Слон Ж4, связка ладья А7. Взятие на Ф3. И ладья бьет Е5. Очень интересная жертва. Действительно, если забрать ферзя, то следует мат в два хода. Забираем на Ф7 и дальше ладья Ф6 в скрытый шах. Поэтому на ладья Е5 нужно брать не ферзя, а слона. Ну и дальше ладья бьет Д5, слон Д4, король Ж2. Получается очень интересная позиция, в которую белых не хватает пешки. Но в то же время компенсация за нее полнейшая. Потому что черные по-прежнему без рокировки. Пешка на Ф7 слаба. В общем, получается очень интересная игра. Ну а белые здесь пошли сразу. Конь Ф3, конь Д4 и слон Ф4. Белые развиваются, черные связывают коня. И в этой позиции лучше было сыграть Аш3. Конечно, я понимал, что черные могут забрать на Ф3 и выиграть еще одну пешку. Но все-таки после короля Ж2, слон Д6, ладья А6, у черных также есть слабости. И в этой позиции у белых есть компенсация за эти две пешки. Но согласитесь, все-таки играя в блиц, две пешки вот так отдавать как-то не очень хочется. Поэтому белые здесь сыграли ладья Ф1. Конечно, ход не совсем понятный. Ладья была на Ф1, потом вернулась. Но заметьте, на Ф1 она где-то в будущем может атаковать пешку Ф7. Король Ж8. Пошли черные, С3. И вот в этой позиции Драгоморецкому следовало все-таки побить на С3. Забрали, конь бьет Ф3, слон бьет Ф3. Ну и дальше на слон Х3, слон Ж2. Взяли, взяли. Вот в этой позиции лучше всего не брать пешку на С3, а сыграть Ф7. Прикрывая седьмую линию. И у черных здесь какой-то перевес сохраняется. Можно пешку поставить на Х5, либо Х6. Короля на Х7 и ладью вывести. Именно на это все черные и рассчитывали, когда играли король Ж8. Но здесь черные сыграли иначе. Слон бьет Ф3, слон Ф3, БЦ, БЦ. И вот в этой позиции, конечно, можно было сыграть конь Ф3. Но здесь у белых положение очень хорошее. После ферзь бьет Ф3, конечно, брать на С3 нельзя. Потому что есть точный ход слон Е5 с угрозой мата ферзи Ф7. А также двойной удар на слона и ладью. Черные сразу проигрывают. Поэтому тут, видимо, пришлось бы играть Х5. И дальше ладья А6 с нападением на ту же пешку Д6. У белых все фигуры в игре. Поэтому здесь черные не стали бить на Ф3. Отступили на Е6. Напав на пешку С3 слоном и на слона конем. Слон Д2. Отошли белые. Д5 со стороны черных. И ладья А7. Конечно, здесь белые уже начинают присматриваться к пешке Ф7. И в этой позиции черным нужно было избрать ход С4. С угрозой шаха. Ферзь Б6. Поэтому лучшее король Х1. Забираем. И дальше слон Ж2 с нападением на пешку. Слон Ф6. Ферзь Ф3. Король Ж7. Вот так можно перестроиться. Хотя, конечно, вот эта композиция слон и король. А также слабая пешка на Ф7 выглядит ненадежно. Но конкретного ничего здесь у белых нет. Но черные здесь вместо хода С4 сделали ход ФБ6. Напав на ладью и сохранив возможность дать вскрытый шах. Белые защитили ладью ходом ФА4. С4 шах. И король Х1. И в этой позиции следует конь С5 нападая на ферзя. Черные играют очень активно. Но в этой ситуации у белых была возможность сразу выиграть партию. Пойдя ФА3. Сохраняя возможность атаки коня. И также защищая свою ладью. На ладья Д8 забираем. И дальше слон Е3. Конь связан под ударом. Слон Ф8. Слон Ж2. Нападая на пешку. Ф5. И дальше ладья А5. Конь связан. И здесь уже угрожает взятие. Но если черные сыграют ладья С8. То следует атака на короля. Шах. Дальше ладья А7. И дальше гоним короля на королевский фланг. И быстренько ему там ставим мат. Поэтому в этой позиции белым стоило сыграть ферзь А3. Но ферзь А2. Сыграли здесь белые. Имея ввиду взятие на Д5. Присматриваться к пешкам. С4 и Д5. Здесь белые. Ладья Д8. Сыграли черные. И вот в этой позиции можно было просто пойти слон Ж5. Напав на ладью. Понятно, что восьмую линию погибать нельзя. Но что делать? Перекрываться. Слон Е3. Ну и здесь связка. Также пешка на С4 под ударом. В общем, у черных здесь очень плохое положение. И они быстро проигрывали. Но белые захотели выиграть красиво. Слон бьет Д5. Вот так я сыграл. Ладья бьет Д5. Иного хода нет. И ладья Ф бьет ФС. С идеей забрать слона. Ситуация на доске обострилась до предела. Действительно, цена каждого хода очень высокая. И, конечно же, здесь уже подступил обоюдный цейтнот. В этой позиции черным нужно было все-таки сыграть слон Ф8. Дальше очень интересный вариант. Не знаю, нашли бы мы его за доской или нет. Но, во всяком случае, это объективная истина. Слон Е3. Дальше на ферзь Е6 забираем на С4. Бьем на Д3. Сохраняя ладью на Д5. И ладья АД7. Вот такая интересная связка. Конь Ф2, шах. И дальше на ход КЖ2. Следует ход ФЕ4. Таким образом, меняются ферзи. Дальше нельзя забирать сразу на Д5. Ввиду взятия ладьи на Ф7. Поэтому нужно сначала отдать подороже эту ладью. И после взятия на Д5 получается вот такое интересное окончание с лишней пешкой у белых. Но, правда, после КФ7, слон Д4, ладья Ц7, шах, КЕ6. Взяли, взяли. Эту позицию выиграть достаточно сложно. Тем более, в условиях реальной блиц-партии в поединке без добавления времени. Ну, во всяком случае, лишняя пешка есть. Хотя, опять же, очень и очень трудно ее реализовать. Но, в этой ситуации черные ошибаются. Играют ладья Д7, перекрывая седьмую линию. Имея в виду, видимо, шах еще и ФСЦ6 в случае взятий. Но белые берут пешку. И тут генеральная идея белых, это атака по диагонали А2, Ж8, срабатывает. Сейчас уже грозит отскок и вскрытый шах. В дальнейшей борьбе было очень много угроз вскрытого шаха, двойных шахов. Поэтому, следите внимательно за дальнейшим развитием событий. В этой позиции не спасала ладья БЮТа7. Ввиду, ладья БЮТа7, это вскрытый шах. И на ход КЕ6, ладья А6, атакуя Ферзя. И после отхода с шахом КЖ1, конь связан. Ну, и теперь уже нет никакой возможности защититься. Например, Ферзь Ф7, мы просто бьем ладьей. И здесь белые получают легко выигранную позицию. Поэтому, черные сыграли иначе. Ферзь С6, вот такой ход сделал Евгений Алексеевич. Ладья Ф3, это тоже шах. Открыли Ферзя для атаки короля. Закрылись Ферзем, ладья А8, снова шах, слон Ф8. И в этой позиции лучше всего было сыграть слона Х6. Дело в том, что сейчас угрожает мат. И если закрыться, то мы просто бьем на Ф8. И берем на Ф8, это мат. Но белые сыграли иначе. Ферзь бьет С5. Трижды атакуется здесь слон. Ладья Ф7 сыграли черные. Ладья бьет Ф8. Понятно, что брать ладью нельзя, ввиду Ферзь Ф8 мат. Но здесь еще последовало король Ж7. Ладья Три бьет Ф7. Взяли, взяли, забрали Ферзь С7. Конечно, здесь черные могли уже сдаться. Но все-таки у белых оставалось всего лишь несколько секунд. И свалить флаг сопернику в этой ситуации, это вполне естественная реакция нормального Блицора. Конечно, к этому можно относиться по-разному. Но я все-таки считаю, что если вы сели играть с контролем без добавления, то нужно учитывать тот факт, что в какой-то момент у вас время может закончиться, несмотря на то, какая позиция сложилась на доске. Король Е6 сыграли черные. Ферзь С6. Король Ф7. Ферзь С7. Ну, в общем, тут несколько таких хаотичных движений. И дальше слон, наконец, подключился в борьбу в самый последний момент. Слон А6. И на Ж5 Ферзь Ф8. Вот так закончилась эта интересная партия. Таким образом, я сумел победить Евгения Алексеевича Драгоморецкого. Но перейдем с вами к рассмотрению второй партии, которая, как мне помнится, была сыграна все-таки в другой день, но примерно в тот же самый год, весной 2012-го. Итак, мы смотрим другую партию против Евгения Драгоморецкого. Тут я также играл белыми и тоже сыграл Е4. А черные пошли в С5. Конь С3. Конь С6. Ж3. Ж6. Слон Ж2. Слон Ж7. Д3. И здесь черные играют Е5. Не совсем понятно, помнил ли Евгений Алексеевич ту нашу партию. Но, скорее всего, не помнил. А просто делал те ходы, которые он делал на протяжении всей своей шахматной жизни. Как я понял, дебютный репертуар Драгоморецкого достаточно широкий. На Е4 он мог и Е5 сыграть. Но здесь получилось так, что снова мы вышли в закрытый вариант социлянской защиты. Белые здесь сыграли Ф4. Ну и в этой ситуации, конечно, можно было пойти Д6. Там у меня есть свои заготовки. Хотя, опять же, если черные здесь знают, как играть, то можно обойти ловушки белых и получить приемлемую позицию. Но здесь черные сыграли ЕФ. Это достаточно надежный ход. В этом случае после слона ведет Ф4. Белые получают возможность поставить ферзя на Д2. И в определенный момент разменять чернопольных слонов. Но посмотрите, что делают черные. Д6, ферзь Д2, слон Е6. Черные пока что не уводят коня с Ж8. И не дают возможность поставить слона на А6 белым. Белые же просто развиваются. И в этой позиции можно было все-таки сыграть конь Ж7. В ответ белые могли выбирать из двух планов. Сделать короткую рокировку, либо же длинную. Например, 3-0-2-0, король Б1, ладья Б8, конь Ж5. И дальше пошли гонки на королевском фланге. Белые атакуют черные на ферзьевом. Ну, кто здесь выиграет, совершенно непонятно. Интересная позиция. Но черные решили сыграть иначе. А6. Прежде чем увести коня с Ж8, черные таким ходом прикрывают поле А6. И опять же, не дают туда поставить слона. В этой позиции можно было, конечно, попытаться напасть на пешку Д6. Но черные здесь отбивались. Конь Е5. В случае размена с он Е3, можно просто пойти Б6. И здесь у белых ничего не находится. Хотя, опять же, можно сделать длинную рокировку. В какой-то момент пойти С3, Д4. В общем, получалась очень интересная обоюдоустрая игра. Но белые здесь сразу сделали короткую рокировку. Конь Ж7. И в этой позиции, видимо, стоило все-таки сыграть Х4. Для того, чтобы черные не продвинули пешку на Ж5. Но белые спокойно сделали профилактический ход. Король Х1. А черные пошли в Ферзь Д7. У них уже появляется идея размена белопольных слонов. Конечно, в такой ситуации вот эти слоны иногда бывают сильнее даже ладей. И потеря такого вот слона, особенно когда король рядом стоит, то есть сделана короткая рокировка, может быть очень-очень опасна. Но здесь пока этого не происходит. Белые понимают, что черные готовят длинную рокировку. Ходят А3 с целью сыграть Б4. Но при этом, конечно, надо понимать, что усиливается чернопольный слон. То есть у него тут появляется еще один объект атаки. Белая ладья. Черные пока сыграли Ж5. Слон Е3. Длинная рокировка. И здесь стоило включить ходы Б4, Б6. И потом уже только играть Д4. Но белые в партии сыграли Д4 сразу. Черные сыграли Ж4. Идея понятна. Конец скочит. Забираем пешкой на Д4. Выиграем фигуру. Но белые также не лыком шиты. И сыграли Д5. Вот такая вилочка. После взятия следует взятие на Ф3. И дальше на ход слон Х3. Забираем на С6. Нападая на ферзя. Помню, этот вариант я рассчитал. Но что дальше? На ферзь С6 ладья Ф2. Черные в этой позиции могли сыграть слон Е5. Но Евгений Алексеевич сыграл Х5. Понятно, он хочет вскрыть линию Аж. Добраться до моего короля. И вот здесь белым лучше всего было сыграть слон Ж5. Нападая на коня. Здесь белые получали очень хорошую позицию. Давайте рассмотрим этот вариант. Ферзь Д7 защищая коня. И слон Е2. Нападая на пешку Ф7. Но, конечно, сразу ее нельзя брать. После ладья Х7. Потому что последует слон бьет С3. Поэтому конь Б5. Уходя из-под нападения слона. И если здесь сыграть просто король Б8. Защищая пешку. То уже на Ф7 брать можно. Потому что взятия на С3 нет. А если просто отскочить, то бьем на Д6. Взяли-взяли. Забрали. И взяли. Посмотрите. Сразу три фигуры черных под ударом. И, конечно, в этой ситуации белый легко выигрывает. Поэтому здесь нужно играть не король Б8. А слон Е5. Это передвижение слона нужно было сделать еще раньше. На 18 ходу. Но вот в данном варианте. Если черные медлят с этим ходом слона. Белые получают большой перевес. Конь Е7. Король Б8. Конь Б5. Ну и здесь у белых все шансы победить. Но здесь я сыграл Е5. Вот такой ход. Конечно, он напрашивается. Вскрытое нападение на Ферзя. Но черные просто играют Д5. В какой-то момент могут пойти Д4. Поэтому слон отскакивает на Ж5. Ладья Аш Е8. Защищаемся. И лучше всего было сохранить напряжение. Кодом ладья Е1. Защитить пешку. Но белые забирают на Е7. С целью забрать на Д5. И после ладья бьет Е5. Сыграть С4. Вот такая очень интересная получилась позиция. И черным лучше всего было сыграть здесь Ферзя 6. Нападая на пешку С4. И далее ладья Е2. Оказывается, пешка на С4 защищена косвенно. Если забрать здесь Ферзер. То ладья Е5. Слон Е5. Конь Е7. Король С7. Ферзя 5. И на ход король Д7 следует еще и шаг ладью. Закрылись. Конь Д5. С угрозами взятия пешки. Также Ферзь С7. Достаточно опасно. Здесь черный король, конечно же, в большей беде, чем белый. Поэтому здесь черным нужно бы сыграть не Ферзь бьет С4, а ладья бьет Е2. Но правда после Ферзь Е2 пешка защищена. Слон Д4 получается примерно равная позиция. Но наша партия пошла по другому пути. Черные играют Ферзь Ж6. И присматриваются к королевскому флангу. Белые же ставят Ферзя на Ферзевый. И угрожают матом в один ход. Нет выбора. Нужно брать этого сильного коня. И вот в этой позиции белые очень сильно ошибаются. Нужно было брать пешкой. Дело в том, что после слона Д4 следует Д6. Снова угроза мата. И в этой позиции нужно брать эту пешку. А после взятия пешки на А7 угрожает еще один мат. Ферзь Б8. Взяли-взяли. Ладья Е2. Получается достаточно приятная техническая позиция с лишним качеством у белых. Впоследствии эту позицию, я думаю, я бы легко выиграл. Но все-таки здесь белые забирают слоном. И не видят, что черные хотят пожертвовать еще и второе качество. Посмотрите, как красиво играет Евгений Драгоморецкий. Он забирает еще и этого слона. И вот в этом положении я забираю ладью, что является уже решающей ошибкой. Лучше было сыграть ладья Е1. Хотя и в этом случае. Черные просто отходили ладьей. Забираем КБ8. Здесь два слона явно сильнее белой ладьи. Но партия закончилась очень красиво. После хода ЦД черные в позиции, где у них не хватает двух качеств. Все-таки играют на ослабленного белого короля. До этого черный король подвергался большей опасности. А сейчас матовую атаку проводят именно черные против короля белого. Ферзь Д4 решает. Король Ж1 и слон Д4. Связка ладьи. Здесь позиция уже безнадежная. Я еще сыграл Ферзь Д2, защищая эту ладью. Но Ферзь Ж2 и на доске очень красивый мат. Вот так закончилась наша вторая партия с Евгением Алексеевичем Драгоморецким. Таким образом он взял реванш за поражение в первом поединке. Но я думаю, что обе эти партии должны были доставить вам большое удовольствие. Действительно поединки динамичные, интересные. И как для контроля 3 плюс 0 достаточно содержательные. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу вот таких форматов видео. У меня в запасе есть еще несколько блиц партий, сыгранных против известных шахматистов. Я думаю, что если отзывы будут положительные, я потихонечку их буду выкладывать на канал. Во всяком случае, не забывайте ставить лайки, если это все вам понравилось. А также не забывайте подписываться на канал Шахматы для всех, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание. До свидания.